Конкретно они очень сильно настаивали на том, что биткоин не может быть платежным средством в Украине. С этим сложно спорить, потому что это написано у нас в Конституции, что единственное платежное средство это гривна. И мы в процессе подготовки закона не можем действовать иначе. То есть объявить биткоин или другие деривативы, биткоин платежным инструментом в Украине невозможно из-за норм Конституции. А не потому что кто-то что-то говорит. Это было так в самом начале построено. Поэтому биткоин в Украине не платежный инструмент, но он, я думаю, что он может использоваться для платежей, будет использоваться для платежей примерно как происходит сегодня платеж в долларах. То есть доллар тоже это не средство платежа в Украине, ни в коем случае. Это специально регулируемая. Да, это валютная ценность, которая отдельно регулируется, но ты же можешь прийти в кафе, дать долларовую карту и заплатить, оно конвертируется. То есть по этому же принципу будет работать и любая криптовалюта. Я думаю, что учитывая природу, электронную природу самого биткоин и других криптовалют, это будет сделать легче. То есть карточка, может быть, и не нужна будет. Ты будешь просто приходить, прислонять телефон, компания, которая банк, допустим. Как Apple Pay. Да, он будет осуществлять конвертацию и в гривну переводить на момент совершения транзакции по какому-то курсу и все. То есть для каких-то энтузиастов или какие-то компании, которые по каким-то причинам хотят это делать, я думаю, что это будет возможно. Потому что Нацбанк, при том, что он не объявил это средством платежа, он отдельно выделил, ну или мы вместе отработали, скажем так, выделили стейбл коины как средство платежа. Отдельно сейчас идет разговор про CBDC и они прекрасно там, на мой взгляд, справляются, у них там технически практически все готово для того, чтобы запустить там криптогривну или там электронную гривну, которая не вот не электронные деньги гривны, а именно криптовалюты гривны. Да, стейбл коин гривны. И меня радует непосредственно то, что это не просто какая-то там отдельная в их видении там экосистема, а они собираются эмиссию гривны бумажной, допустим, или банковской, бюджетной, изъять и заменить ее криптогривной. Это Нацбанк курирует? Да, да. И соответственно, когда компании или банки, которые захотят для бизнеса сделать вот эти адаптеры, им даже не надо будет по сути лезть в какой-то трансформацию через... Через банковские вот эти сегодняшние механизмы, они просто возьмут... Если у них есть ривна на счету, она просто там будет в себе DC-шна. Да, да, да. То есть они возьмут условно, примут биток, тут же его поменяют на криптогривну и зачислят его или там наоборот переведут его, то есть это... И мы будем работать, допустим, через пару биток, эфир, криптогривн. Вот оно и без вот этой отдельной какой-то... То есть есть какие-то красные линии, за которые никто не может заходить, то есть у них есть единственное платежное средство гривна, но есть какие-то там шлюзы, через которые это можно делать, да? Ну, как-то вот Тезер сегодня. Тезер же является инструментом, по сути, в торговле в парах, в биржах, да? То есть там или Circle, да, или там... Да, ближе Circle, да, он там уже в плане регуляции, да, ближе к примеру. Да, ну Circle, естественно, ближе. То есть, соответственно, я вижу, что без проблем появится возможность и это официально, и брать украинцу, иметь криптогривну, который будет являться, кстати, платежным средством платежа. Заходить на биржу и за эту... Потому что это будет по сути гривна, да? Да, да. По сути, типа гривны другой. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Это был отрывок из интервью заместителя министра цифровой трансформации Украины на канале Encrypted. Можно сказать, это прямой инсайт от человека с передовой. Далеко не последнего в этом вопросе в этой стране. И он говорит о том, что цифровая гривна технически готова к запуску. Похоже, что цифра гривна выйдет даже быстрее, чем цифра доллар в виде стейблкоина на базе криптовалюты. Также Национальный банк Украины работает над тем, чтобы мы в Украине могли легко и быстро оплачивать любые товары или услуги с помощью биткоина, эфириума или других разрешенных криптовалют. Причем проводить эти транзакции так же легко, как это делается с помощью Apple Pay или Google Pay, просто приложил телефон к терминалу. Мы помним, что в этой работе Минцифре Украины помогает сам Stellar, с которым Украина подписала партнерство о сотрудничестве в области виртуальных активов и разработке цифровой валюты Центрального банка Украины. О разработке которой впервые стало известно из аналитического отчета Национального банка Украины в 2019 году. В нем можно найти очень интересный абзац, который посвящен этой теме. Национальный банк выбрал блокчейн-технологии, в частности, приватную версию протокола Stellar для изучения возможностей запуска электронной гривны ее пилотной версии. Поэтому нет никаких сомнений в тесном сотрудничестве Stellar и Национального банка Украины. На сайте Верховной Рады Украины мы можем найти проект закона про виртуальные активы на территории страны. Мы видим, что сейчас он находится в ожидании второго чтения. И работа над ним кипит уже больше года, начиная 11 июня 2020. Последнее телодвижение здесь было совершено 15 июля 2021. Сейчас он ожидает на второе чтение, которое произойдет совсем-совсем скоро. Как мы понимаем, регулятивную базу под электронную гривну и работу криптовалют на территории страны активно готовят прямо сейчас. И вот уже вчера стало известно, что из экономических проблем Украина, похоже, следует примеру Сальвадора, который недавно признал биткоин официальным платежным средством на территории страны. Министерство цифровой трансформации сообщило, что в скором времени не только примет в ЦВЦБ свою собственную цифровую гривну, но и сделает криптовалюту биткоин полноценным законным платежным инструментом на территории страны по механизму платежей долларами США. Также Александр Борников, замминистра цифровой трансформации Украины, добавил некоторые инсайды. Грядущий закон ведет налоги на доход от торговли криптовалютами в размере 5%. Это вроде как немного. Национальный банк Украины технически готов внедрить цифровую гривну, а криптовалютные биржи в обязательном порядке должны будут получать лицензию на работу в стране. А вот это уже интереснее. Регулирование криптовалютных бирж добирается и до моей родной страны. Но этот вопрос еще масштабнее, чем просто криптовалютные биржи. Ведь не только криптобиржи, но и сами криптовалюты будут регулироваться на территории страны. Им будут предоставляться специальные разрешения на работу в этой стране. Что означает, что некоторые криптовалюты будут разрешены, а некоторые наоборот запрещены. И что-то мне подсказывает, что самые анонимные и приватные блокчейны будут точно запрещены. Но это только мое предположение. Но что я точно знаю, это то, что биткоин и эфириум не будут запрещены на территории Украины. Так что это безопасные криптовалюты в этой стране. Законопроект уже в парламенте и прямо сейчас проходит его второе чтение. В случае, если оно закончится успешно, это полностью изменит то, как работают криптовалюты в Украине. Однако, не такой уж этот законопроект и плохой. Мне кажется, он даже оптимистичен для биткоина, который по факту в ближайшее время может стать законным платежным средством на территории страны. В отличие от того же американского, украинский проект выглядит как проект здорового человека, а не курильщика. Еще меня поразило то, что украинская цифровая гривна реально может стать одной из первых на планете запущенных цифровых валют в центральных банках. Не привык я к такому, но это круто, что хотя бы в чем-то Украина может быть первой. Особенно в свете того, что Украина входит в топ-5 стран по безналичным операциям и в топ-3 стран по размеру сообщества блокчейн-разработчиков. Неудивительно, что популярность криптовалют в Украине так растет, потому что у нас до сих пор нет толкового доступа к фондовому рынку. Поэтому работа с криптовалютами в Украине очень-очень удобная и доступная для обычного гражданина. Что ж, я могу это подтвердить, мой вектор тоже направлен именно в сторону криптовалют, хотя и акциями я интересуюсь тоже. Например, в марте прошлого года я покупал акции Тесла, которые до сих пор держу. Но с криптовалютой все же в этой стране работать намного-намного удобнее и комфортнее, пока что. Почему-то все эти новости из моей страны заставляют мое сердце биться чаще. Я даже, можно сказать, испытываю гордость. На этом все, ребята, увидимся вечером в новом большом видео, которое я готовлю прямо сейчас. А это видео, как обычно, я вообще не планировал, просто увидел сегодня эти новости и решил, что нужно ими с вами поделиться. Потому что они касаются той страны, в которой я живу и развиваюсь. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok